Девушки отдыхают Девушки отдыхают И здесь у нас будет вискогель именно с этой стороны Кстати, суперхладоген Какими параметрами обладает Точка испарения 439 градусов Неплохо на самом-то деле Но У нас тут есть термоводорегулятор И тут у нас была Ну еще и даже остается конская температура Уже не такая конская Есть несколько способов его охлаждения Безусловно, опять же писали многие Спасибо, кстати, за ваши лайки и комментарии На тему того, что можно поставить вот турбинку Но Мне кажется, эта механика достаточно Странная с паровой турбиной Поэтому мы, наверное, поступим иначе Это гораздо более геморрный вариант Безусловно, я осознаю Но я тут давненько хотел Ко-какую перестройку сделать Вот, хороший повод, подвернулся Мы сюда, наверное, будем заливать Какую-либо жидкость Может быть, воду Ну, надо, скорее всего, какую-то жидкость Более высокой температуры Испарения Загрязненная вода Либо же Либо же нефть Тут, к примеру, у нас обычная водичка, да, поступает Но здесь термоводорегулятор Так много не работает И то у нас со временем, да Эта автоматика срабатывает Происходит нагрев, сливается и уходит То есть, некий такой же проточный Аналог я хочу сделать Только с гораздо большим количеством воды То есть, либо мне использовать Воронку загрязненной воды А, к слову, тут есть воронка загрязненной воды Которую мы еще никак Никаким образом не использовали Поэтому ее тут можно разработать И тут не так-то далеко Надо будет ввести загрязненную воду Здесь сделать побольше помещения И как только вода будет нагреваться, да У нас, соответственно, будет срабатывать Там градусах, допустим, на 100 Автоматика Излишек воды будет сливаться куда-нибудь сюда Допустим, вот в этот резервуар Отсюда уже транспортироваться Допустим, в космос нафиг вообще До космоса, если так подумать Тут тоже не особо-то далеко То есть, мне кажется, такой вариант Вполне себе будет неплох Без каких-то обузов и тому подобного Почему бы нет? В любом случае он имеет место быть Кстати, а здесь у меня получилась Вот такая вот тема Ручной шлюз И с этой стороны уже вискогель Вряд ли он успеет охладиться столь сильно Хотя он, скорее всего, успеет охладиться Ладно, посмотрим Охладиться его просто отсюда в волоку Ну, такой комбо-шлюз получается, да То есть, обычный плюс вискогель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мда Мип Братюня Как ты сюда нафиг забрался? А, жди, выбирайся, чё Я вовремя его остановил Просто, знаете, да господи В одном шаге от суицида Блин, здесь костюмов нету вот в эту сторону Чёрт, а надо бы Просто смотрю удушение А он уже как бы камень Вот этот вот убирал Если бы он его убрал, то, скорее всего, вот он тупо рипнулся Зашибись, конечно, чувак Но я успел его спасти Потихонечку здесь это дело всё Обживаем И вот здесь я ещё решил прокопаться За морозными коконами Ну и вот ещё вот этот морозный кокон забрать Давно они мне тут Как бы глаза мозолят Пора бы их забрать Вот и первые хладодышки подъехали сюда Да, морозные коконы И, кстати, тут довольно уже неплохими Такими темпами кислолит копится Куда они его, блин, складывают? Не особо понятно Ну да ладно Я сюда уже загрузил Тут 1400 Я изначально хотел за необием слетать Но что-то я как-то перестарался И по факту у нас сейчас ракета, наверное, куда-то сюда полетит В неизведанные места Неизвестно пока зачем За необием-то я могу полететь Но я уже на 36 тысяч км могу поехать Тут осталось до 40-ка-то ни о чём, да? Поэтому, я думаю, в любом случае дождёмся И полетим чуток подальше Хочу дожидаться Давай подрубаем Производство И чуток дозагрузить До 1600 должно хватить Здесь тем временем Строечка потихонечку подходит к концу Я уже проводку сюда тяну Здесь есть вот этот вот контур Двухкиловаттный Здесь на 2 киловатта у нас ничего не задействовано Поэтому спокойненько мы здесь можем разместить Получается насос Золото Сюдымс Ну и отсюда вывести Ну, к нему, конечно же, подвести энергию Монтажный провод Благо у нас дофигища всего, как бы, да? Походу, вот так Оп И оп Без проблем Ну и вот это отмести И чёт как-то после вот этого последнего обновления У меня прям трабл периодически со стрессом После того, как переработали эту всю схему Они чёт как-то начали набираться стресс И непонятно почему Тот же Гаральд у него Почему-то моральный дух низкий внезапно Вот сейчас уже повыше 21-25 А там было что-то вообще понты И он резко-резко стресса хапнул То есть, почему у них моральный дух не такой, как Мог бы быть Это, конечно, очень странно Потому что он должен быть явно повыше Мне кажется Ну, мне так кажется, по крайней мере И вот эту фаршированную, наверное Так, а все можно выделить? Жрите все Потому что иначе, походу Не видать вам морального духа А, и перечный хлебушек у меня не все едят Давайте Еда хорошо позволяет, как бы, моральный дух поднимать Тем более мы там сейчас перечный хлебушек готовим активно Перечный хлеб, его и дофигища на самом-то деле Почему бы нет? Жареных грибов, конечно, ещё больше Ну, ладно, пусть, пусть А то я что-то как-то только нашим астронавтам выдал еду Я сейчас надеюсь, за счёт того Вот здесь вообще что-то 36 из 30 У астронавта, да У остальных сейчас с моральным духом прям проблема Пускай кушают получше Ну и пришло время отправлять ракету У нас есть возможность отправить достаточно далеко ракету Такс Это, падай Куда-то сюда, либо сюда Тут только из-за смола, ничего особо другого нет Поэтому Поэтому, в принципе, без разницы Пускай вот сюда летит Это по времени займёт 12 циклов Достаточно много Всё, гудбай, ракета Мы, в принципе, готовы подождать Пускай 12 циклов наш Ашкан там летает Наконец-то пришёл момент Когда мы вскроем уже воронку загрязнённой воды Она, возможно, вообще не работает Ещё надо будет изучить Единственное, что у нас учёный улетел Ну, обещал вернуться Но у нас ещё есть учёный По-моему, парочка запасных Я тут даже подумывал на тему того, чтобы ещё взять дубликов Но пока что 9, в принципе, хватает Сильно перегружать игру С учётом её кривой оптимизации Как-то не особо хочется на самом-то деле Так, температура какая тут у воды? 30 градусов В принципе, нормально Можем анализировать На 8 поставить И у нас кто-нибудь, я надеюсь, прибежит и займётся анализом В принципе, производительность тут бодрая 6.8 кг Да? Единственное, непонятно Как часто он будет работать Это надо выяснить Да и, кстати, стресс после того, как начали правильно дублики питаться Стабилизировался плюс-минус Ну, выравнивается Было всё гораздо хуже Еда очень неплохо поднимает моральный дух То есть, вот 25 из 20 25 из 20 Вот здесь что-то как-то плохо, видать, не похавали Тут 32 из 25 у Гарольда А было где-то десяточка То есть, прям, еда must-have 25 из 20 21 Ну, короче, в целом, неплохо Ну и в этом помещении Температурка начала выравниваться Оу Ну, здесь, конечно, горячо Но тут-то уже гораздо-гораздо прохладней Откуда тут вообще-то температура-то, what the fuck При какой температуре тут кислород поступает 38 градусов Алло, откуда тут такие высокие температуры А-а-а Угу Чёрт А почему я тут теплоизоляцию-то изначально не сделал У нас нагрев от потолка фигашит И вот отсюда, да? А в целом-то тут таких высоких температур-то и нет Я думаю, откуда тут кислород-то, блин 40 градусный поступает Такая высокая температура именно вот этих клеток Блин Надо бы как-то отсечь эту область А как теперь ты её отсекёшь? Как её заизолируешь По идее, дополнительно ещё пробросить ряд Единственное, чтобы этих как бы не замуровать говнорей Чёрт, надо подумать Кто он сейчас залез вот в потолок Какая у него температура тела 48 градусов Ладно, в целом Приятно, но нормально Наконец-то анализ завершён И, в общем-то, воронка неплоха У неё периодичность активности 74 цикла, каждый 113 Что, в общем-то, хорошо И период бездействия через 45 циклов настанет То есть у нас успеет тут достаточно бодрое количество водички накопиться Которое нам, в общем-то, будет необходимо для нашего хитрого плана Я тут уже трубу прокидываю Проводку пробросил Здесь надо помещение как-то организовать Немножечко переделать Термоводорегулятор сейчас вырублен У него какая-то температура вообще О-ка, подожди Ты уже тут остыл 19 градусов Нормально Из стали он сделан Но больше он перегреваться не будет Надо будет только тут с автоматикой продумать всё И здесь у нас прям такой контейнер под воду Откуда мы ещё будем выкачку везти Так, и сюда ещё надо, наверное, что-то подбросить Типа энергия Чёрт Это уже практически всё перегружено Хотя оно тут не работает А, нет, 240 эти не работают Я не знаю, мне нужно ли вот здесь вот, блин Дополнительное охраждение с водородом В принципе, оно, конечно, имеет место быть Но надо ли ему тут быть? Это, конечно, хороший вопрос Почему оно так хитро и выдолбанно сделано? То есть у нас, получается, отсюда выходит Ой, тут наоборот Вот это чё вообще? Чё-то я не догоняю, как я это сконструировал Что-что-что-что, сам не понимаю Ладно, разберусь Я просто, блин, или не разберусь Да, чё-то как-то сложно Я чё-то не помню, зачем у меня тут так То есть, по идее, вот он контуры А вот этот-то не особо надо А, здесь ещё был же контур Чёрт Надо ли будет тут дополнительно охлаждать? Может, надо будет это всё разобрать? Ну, подумай, может быть, дополнительное охлаждение пусть будет Как бы, да, терморегулятор тут стоит В принципе, я могу его оставить Тут немножечко контур переделать Придётся вот это, наверное, убрать Ладно, разберёмся Сейчас главное пока что воду подвести Ну и потом тут как-то всё это организовать И как-то автоматику продумать Наверное, где-то здесь дверь воткнуть сюда Это всё будет выливаться Тут получаются достаточно хитрые манипуляции Надо произвести Вот с автоматикой сейчас, конечно, придётся голову поломать Я здесь немножечко трубы вот эти снёс Решил переделать Систему с охлаждением Ну, чтобы она по-прежнему у нас имелась Но как бы немножечко в другом виде Из медного сплавчика То есть мы вот так вот здесь трубу пустим Чтоб водород по ней гулял на всякий такой случай Даже вот так вот Оп Здесь теплоизоляция И, собственно, окей Пускай вот так вот в обратку сюда подключится Когда мы это включим у нас Получается отсюда выход Вот так это всё зациркулирует Здесь у нас будет водичка заливаться Водичку я уже практически подтянул Осталось тут немного Теплоизоляция там обычная труба Там 30 градусов Не особо-то жарко, да Поэтому норм Сюда И как-то сюда Так, здесь у нас труба ещё тоже будет проходить Поэтому надо Сразу, наверное, мост предусмотреть Ок Вот так вот И получается здесь у нас будет наполнение осуществляться Единственный нюанс, опять же, да Наполнение по какой схеме у нас будет происходить? Через вентиль Через блокиратор жидкости И блокиратор, наверное, имеет смысл Может быть, раньше где-то разместить Прямо вот здесь Эх, здесь я вряд ли смогу Ммм В принципе, прям там могу же, да И клапан И золото Сюда И вот как-то так То есть тут нам нужен блокиратора, чтобы в какой-то момент подавать Или не нужен блокиратор Подожди В любом случае, когда оно полностью заполнится Оно перестанет А когда Да, да Зачем-то Лишние эти заморочки У нас и так всё прекрасно будет работать И, кстати, если посмотреть в исследования То тут уже практически исследован Грузовой контейнер для газа И грузовой резервуар для жидкости Ну а через два с половиной Через три цикла, получается, вернётся ракета А в принципе, очень даже неплохо Они фигашат кислолит Сейчас у них, правда, грусть там у кого-то Ну ничего, дублики бегают вроде бы Занимаются с ними И получается 19, что-то как-то мало Кислолит 1900 грамм Чё, это мало? Почему 1900? Эээ, мне показалось, что было много кислолита 19,4 кг А это грамм Блин Чё-то я не понял 1900 грамм Но это немного Блин А где? О, ракета, ладно, не важно Чё-то как-то странно Здесь надо закрыть срочно И посмотреть, в общем-то, что интересного там привезли Здесь мне приходится в укопашку, правда, вот это дело откапывать Подмосток ставить, чтобы наш дублик смог выбраться и прокопаться Да? Выбирайся По крайней мере, на какое-то время Так, не то Смотрим на звёздную карту Где мы там были О, необий И... Чё ещё? Магматический? Ну, остальное не очень интересно А вот необий Хм... Его, правда, понты, конечно, привезли Стопудово, да? Его вообще не привезли Как так? Чё-то не уловил А почему необий не взяли? Там 3% Грузовой отсек нужен Ха-ха-ха А почему не привезли необий? Эй! Остаточное медное железо Какого-то дерьма понабрал Сшибись Слетали за необием Угу Ну, ладно А, понял Я это я на граммы посмотрел, короче И подумал, что много А тут было небольшое перенаселение И они из-за этого Испытывали дискомфорт Ну, ладно Я сейчас зря вот эти яйца Как бы вывожу на самом-то деле Скорее всего, сейчас будет опять перенаселение Это будет плохо для нас Так, исследование завершено Это очевидно Вот это исследование закрыто Осталось последнее, да? Особые грузы Изучить И всё будет очень круто у нас То есть абсолютно все изучения Мы наконец-то закроем Уже 833 цикл Тем временем идёт Чёрт Ну, значит, не так-то и много кислолита Капец подстава Я вот что продолбил Я смотрю, что-то дублики начали делать лужи А у меня вода-то отсюда берётся А я здесь уже сколько-то циклов Ни черта не произвожу А надо бы Чёрт Вот это, конечно, подвох Эм, давай из медной руды Наверное, что-нибудь поделаем Воды-то нет Туалетами они пользоваться не могут Так, у меня здесь ещё, конечно, вода есть Может, её напрям кидать Так, а тут откуда идёт подвод? Отсюда, да? Мы можем и отсюда подвод осуществить Но, блин Так-с Давай водичка хоть какая-то сюда Хоть какая-то сюда же должна сейчас быстренько поступить Я надеюсь Пару лужиц сделают Пока что ни в каких особо критичных местах не сделали Да Ну, они, правда, сейчас тут всё позасут Пока это всё нормально заработает Блин Это, конечно, фиаско, братан Где вы ещё там лучше-то понаделали? Сейчас вот найди попробуй все эти места Вот ещё где-то лужа Пожалуйста Ага, здесь Ну, здесь ладно, допустим А тут в честь чего поломки Откуда там водород-то взялся? А-а-а Понятно Водород ниоткуда не выкачивается, да? 1200 А давай на 1000 начинать Выкачивать Тут часть водорода не успевают Захватить Что нам вовсе не нужно Ладно Крут, конечно Могло бы быть Так, тут воды понты приходит Ещё куда вода? Ещё и туда идёт вода Да, мне по-любасу надо сюда переподключать Хотя бы вот этот контур временно дать Сюда водиться Иначе Жесть Вот таким вот макаром Раз И раз Так, ну тут самый логичный вариант Какой? Я пытаюсь сделать автоматизацию Пока в этом дубле сутся И я хочу, чтобы он Память у него была на температуре При определённой температуре Он отрубался А включался При определённой наполненности Так это всё сделать И как-то сюда ещё в эту схему Врисовать, блин, шлюз Чтобы он открывался Его, наверное, на примке надо будет От датчика температуры подрубить Чтобы он открывался, да И в этот момент Автоматом должно вырубаться Ну, вот это наше сооружение Термоводорегулятор Здесь с туалетами я частично решил проблему Туда дальше вода не идёт Хотя бы эти туалеты пока что водой наполнились Плюс у нас здесь работает вся эта схема И потихонечку-потихонечку Мы тут тоже водой всё это наполним И стабилизируем обстановку Просто я там поставил один прекрасный момент На производство сталь и забыл А обработанные металлы нам так или иначе нужны И их нужно достаточно много А здесь, кстати, нормально начала копиться Кислолита Уже 360 килограмм У них сейчас перенаселение А нет, уже есть перенаселение, да? Придётся одного пуфика убрать Пока он не вырос Потому что с перенаселением Конечно, сразу же проблемы начинаются Тут, по идее, можно убрать ручной шлюз Но я боюсь, что они через вискогель поубиваются Потому что они иногда стремятся Сюда подлетают Но втыкаются в дверь и не могут вылететь А без двери, скорее всего, будут зараза вылетать Когда не попадя Не знаю, насколько здесь рабочая схема получится Нам ещё надо, чтобы тут буфер был на двери Да, чтобы дверь с каким-то Временем работала Или подожди Буфер тут нам особо-то не нужен Так, буфер в 5 секунд А, ну пусть будет буфер в 5 секунд Допустим, да? И по идее, сейчас Тут можно подачу подрубить Пускай начнёт заполнение помещения происходить В какой-то момент я включу эту штуку Она, по идее, должна быть не рабочей Потому что у нас всё как бы настроено Но посмотрим, сориентируемся Как оно там на самом деле получится Главное, что туалеты теперь работают исправно Дублики счастливы и довольны На этом же всем спасибо за просмотр Не забываем подписываться на канал Ставить лайк, если вам понравилось И всем всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok